В 2019 году в ремонтно-строительном управлении производственного объединения «Маяк» стартовал ПСР-проект под названием «Создание тянущей и восполняющей системы производства фильтров». Совместно с отделом ПСР в рамках модернизации участка и пуска в эксплуатацию нового оборудования родилась идея создания образцового потока, идеального производства, без потери, а также возможность и необходимость организовать еще и площадное обучение. В площадке мы планируем обучать ежегодно большое количество сотрудников предприятия и также руководителей. На новом производстве все сотрудники производственного объединения «Маяк», а также желающие научиться применять набор инструментариев ПСР работники других предприятий атомной отрасли теперь смогут пройти в РСУ сразу и теоретические, и практические курсы. Первая группа сотрудников «Маяка», специалисты реакторного и химико-металлургического заводов, управления предприятия и ремонтно-строительного управления успешно прошла все этапы площадного обучения в РСУ. Ну, что-то есть новое, что-то у нас уже и работает, просто появляется возможность посмотреть и увидеть недостатки в своей работе, почерпнуть что-то новое, привести к совершенству. Реальные данные с производством мы берем уже, как это в жизни происходит. По сравнению со всеми остальными, ну, фабрика процессов, это тоже более-менее приближенный к производству, но это все равно имитация некого производственного процесса. Здесь мы выходим к живым людям, которые занимаются своими производственными обязанностями, которые выполняют свою функцию, и они реально показывают, а как же это происходит. На примере создания тянущей, восполняющей системы производства фильтров, работники МАЭКа теперь учатся, как в тех или иных условиях, применять инструменты ПСР. Курс стандартизированной работы заложено то, что вся группа обучающихся выходит на производственную площадку, проводит хронометраж процессов и занимается составлением технологических карт. Реальные данные производства берутся из реального производственного процесса. Курт картирования проходит по такой же схеме. Благодаря именно этой учебе, благодаря тому, как это применяется на практике в других подразделениях, я это видела наглядно, потоки, которые идут с ошибками, они видны. И благодаря этому можно сделать именно все не в идеальном, конечно, состоянии до него, нам, к сожалению, еще расти и расти, но этого добиться возможно. В ходе обучения группы, в которую входили специалисты разных подразделений МАИКа, получено ряд интересных предложений, которые позволят еще более оптимизировать технологические операции на потоке и снизить время протекания процессов.